Свой первый матч чемпионата России Одинцовской Заречи проводит в родных стенах. Перед началом слова поздравления и напутствие от президента Московской областной федерации волейбола Игоря Наумова. С саратовским протоном Заречи встречалось еще в Казани. Соперника удалось изучить максимально, что неминуемо сказалось в первом матче чемпионата. Девушки действовали на шаг вперед и в атаке, и на блоке. Первый сет Зареченки оставили за собой, причем обошли гостей с заметным отрывом 25-14. Как думаете, чем будем брать в этом сезоне? С игранностью. То есть у нас очень хороший опытный тренер, который может команду прям с нуля к середине сезона уже поднять, а к концу просто нарабатывать. Вторая партия развивалась по схожему сценарию. Сразу 5-2 и эйс от доигровщицы Ангелины Спирскайте. Однако, видимо, преимущество сошло на нет, когда Протон нашел свою игру. Болельщики из Саратова были настроены не менее решительно, чем их любимицы. Они скандировали Протон вперед, и девушки действительно пошли в отрыв. Ну, у нас много звездочек. Анна Макарова, Зайцева, Халецкая, Енина. Молодцы. Девчонки молодцы. Прогноз какой на игру? Конечно, мы выиграем. Мы сейчас дотянем и 3-2 выиграем. Любимый и долгожданный волейбол. Новый сезон для горожан и жителей Одинцовского района – всегда событие. Преданный ценителям мастерства и таланта тренера Вадима Панкова – это мощная поддержка в любой ситуации. За речи Одинцова в новом составе команда молодая и перспективная, потому что в надежных руках. Я на волейболе, я болельщик. Я хочу сказать, это радость наша. Третий сет для соперниц стал переломным. За речи Одинцова вырвалась вперед. Протон догонял. Блестящие атаки Ангелины Спирскайте и Дарьи Малыгиной позволили хозяйкам удержать равновесие. А после и вовсе повернуть ход матча в свою пользу. Третья партия остается за заречьем. Столь же успешно волейболистки действуют и в четвертой. 3-1 по партиям и победа в первом матче чемпионата России. Следующую домашнюю встречу за речи Одинцова проведет 25 октября с командой «Ленинградка» из Санкт-Петербурга. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.